Глубоко в горах Дабе группа молодых людей отправляется на трудное дело. Приготовление пищи для дочери Гао Синья – ежедневная забота ее мамы Лиси. Окончив школу, учащиеся по всей стране должны сдавать экзамены для поступления в колледж под названием Гао Као. Этот экзамен решает судьбы более 10 миллионов молодых людей. В колледж Мао Танчан собираются поступить более 20 тысяч школьников. Сюда идет самый большой поток учащихся во всей провинции Аньхой. Для родителей это завод Гао Као. Из-за сумбурного учебного расписания каждая перемена на вес золота. Некоторые более богатые родители переезжают в города, чтобы быть со своими детьми во время обучения. С началом весеннего цветения Лиси ищет растения, растущие вдоль дорог. Она ищет хризантему, траву известную здесь как багао. На третий день третьего месяца по лунному календарю местный традиционный идиотрисовый пирог с хризантемой. И хотя Лиси ведет простую жизнь, она соблюдает традицию. Хризантему вымачивают. Затем высушивают и режут, высвобождая природный аромат. Рис измельчают в муку. Для питательности добавляют соленое мясо. Моя дочь любит его. Из этого дикого растения получается одно из любимых блюд ее дочери. Но у родителя каждого ученика свой рецепт. Экзамен проходит в 90 классах. В каждом классе более 100 учащихся. В школьной атмосфере царит возбуждение и переживание за предстоящее сражение. У студентов есть получасовая перемена днем. После праздника рисовых пирогов до Гао-Као останется всего два месяца. Вкусно? Да. Гао-Синьи с матерью живут недалеко от школы. Другим ученикам, живущим не так близко, повезло меньше. Во время короткого перерыва на обед родители заняты еще одним делом – доставкой обеда. Каждый полдень тысячи учеников съедают свой обед у школьных ворот. Помнишь, трижды проживать, прежде чем глотать? Слишком мало? Эти родители тратят все время и силы на своих детей. Дети учатся и растут. И родителям остается только заботиться об их еде. Качество еды напрямую влияет на результаты экзаменов. А значит, и на их будущее. В этом городке в реке когда-то жили все 10 тысяч человек. Из-за экзаменов Гао-Као его население возросло в три раза. Старый беззаботный образ жизни с исчезающими привычками существует вместе с полной стрессов жизнью школьников. Вдоль старых улиц, в магазинах тофу, повара все еще используют традиционные методы приготовления. Этот тофу толщиной всего 2 миллиметра. Он нежный, мягкий и немного упругий. Я уверена, она плохо спит. Школьное расписание не оставляет ей времени на хороший сон. Поэтому я должна быть уверена, что она получает достаточно питательных веществ. Гао-Синья через день уезжает сдавать Гао-Као в город. Лисия прилагает еще больше усилий, чтобы приготовить последний прием пищи до отъезда дочери. Тушеный тофу со свининой. Мягкость белого тофу подчеркивает насыщенность жирной свинины. Добавим красного соуса и вкус потрясающий. Нервничаешь? Немного. Немного? А ты нервничала перед своими экзаменами. У нас все было иначе. Для тебя учеба пытка, а для нас это было роскошью. Наверное. Прошло 10 месяцев, как мы переехали сюда. Это самый счастливый период в моей жизни. Лисия сделала пару шлепок, символизирующих, что ее миссия завершена. Их незабываемому времени вместе подходит конец. Мы приезжаем сюда из разных провинций в погоне за мечтой. Зачем мы столько преодолели, чтобы попасть в школу посреди гор? Чтобы учиться. Чтобы успокоить наши сердца и учиться. А теперь покажем им, что это значит. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ